так я вас приветствую дорогие друзья всем добрый вечер так фейсбук началось подключение так всем привет ребят давно не виделись вижу подключается бельский актив так вижу вижу появляется кишинев наша диаспора давно просто не виделись давно не разговаривали на самом деле я хотел планировал выйти в лайв в пятницу 18 числа перед местными выборами но дело в том что у нас происходит как всегда последнюю неделю очень много разных интересных событий все знают да что у нас предвыборная кампания в кишиневых бельцах и некоторых других населенных пунктах страны поэтому без кики-мики у нас к сожалению наши товарищи в политбюро не умеют на эту тему я сегодня с вами хотел бы поговорить потому что в пятницу возможно просто будет уже поздно так так вижу ханчешты кишинев германия бельце московская диаспора всем привет ребят спасибо за приветствия я так понимаю что качество видео и звука более-менее нормальное дело в том что я как уже говорил собирался выйти в пятницу перед выборами но до дома к сожалению не успел доехать и так немного опоздал извините за это так я смотрю у нас счетчик все прибавляет и прибавляет ну буквально может быть минуточку подождем и начнем так буря тучай пишет какое звездное небо да это наши молдаване делали евро ремонт еще 90-х годах не успели поменять так ребят ну что начнем значит те кто подключится в процессе моего эфира могут задавать вопросы кто нет посмотрит потом записи значит во первых я хотел бы отметить что будет большой объемный лайф который я проведу в пятницу в пятницу восемнадцатого числа бельцик пройдет марш за честные выборы я не знаю будет ли технически у меня там возможность выступили нет я думаю какая-то будет но после этого мы вечером с вами сядем и в течение нескольких часов все разберем сейчас бы я хотел бы отметить позицию нашей партии на связанных с выборами в кишиневе кое-что сказать про бельцы и очередные шуры-муры которые нам преподносит правящий режим я хотел бы раскрыть определенные скобки те кто находится сейчас в онлайн буду вам признателен за репосты потому что у меня нет большого количества возможности довести реальную информацию до всех граждан страны вот поэтому вам за это отдельное спасибо и так в этом году я синицировал досрочные выборы бельцы я их синицировал для того чтобы показать что вот все эти махинации заявление там определенных порно каналов о том что усатый держится любыми путями там за власть и так далее и так далее если бы я подал в отставку на несколько месяцев позже то никаких бельцев выборов бы не было был бы его примара до следующих выборов через год меня бы обвиняли бы в том что я тянул время и так далее и так далее я подал в отставку я это было честно и искреннее решение что спровоцировало и в том числе отставку кишиневского мэра и благодаря этому мы можем сказать что имеем выборы в том числе в кишиневе значит касаемо бельцев значит я хочу поблагодарить всех наших активистов которые работают бельцев наши коллеги из других районов которые помогают нашим кандидатам и партийному кандидату николая григоришну и независимому кандидату елена грецкого ребята спасибо за ту работу что вы делаете я слежу абсолютно за всем что происходит но нас ждет я хотел честный выбор я говорил о том что ребят если мы не выиграем выборы в бельцах я заявлю о прекращении своей политической карьеры но я говорил о выборах а не том секс-туре которые они устроили небольшое количество советников наших выкупили у у остальных запугали родственников детей и так далее вы всю эту историю застрять свое внимание не буду что я вам хочу сказать про главную аферу я ее в письменном виде несколько недель назад изложил кое-кому эти мысли передал кое-что сохранил там для личного архива и не только мои мемуары в том числе там определенную фактуру значит сегодня в кишиневе и в бельцах значит разложили ситуацию таким образом что при обоих раскладах жители двух городов должны проиграть так решил владимир похотнёк и демпартия и как бы так решил этот наш полупрезидент полупокер полу полуптицевод додон значит что они для этого делают значит додон реально мог бы побороться за победу в кишиневе но договоренность додона с плохотняком и об этом как-то говорил хочу повториться все ответственность на всю страну заключается в следующем что додон сливает плохотняку кишинев хотя было предложение как-то сохраниться значит сохраниться как ну типа а можно ваня чабан выиграет там а потом уйдет потому что ваня чабан был откомандирован демократов после того как додон вышел из гречаной и собранчук из партии коммунистов значит после этого чабан должен был идти к демократам но у додон додону нужны были какие-то говорящие головы на государственном языке и он отпросил ваню у плохотняка к себе на какой-то период времени но на этом не буду заострять внимание в чем заключается главный кидос значит примерно полторы недели назад значит игорь додон обратился плохотняку и передал ему несколько предложений значит предложение номер один снять и в бельцах и в кишиневе обоих кандидатов с выборов многие зададут вопрос для чего я вам сейчас обещаю во первых додон обещал плохотняку слить кишиневе сделать сильвию раду примаром это раз значит пункт номер два значит взамен демократы не выдвигают кандидатуру в бельцах и как бы весь админресурс налоговая полиция red nord чат nord телеком паспортные столы и так далее работают на александра усатого включая бельсгаз был сгаз и другие предприятия как бы для бельчан сегодня это не новость что мы имеем сейчас значит додон просит снять двух кандидатов потому что проиграть в кишиневе сильвираду и проиграть в бельцах нам это как бы ну он же кричит что он там самый крутой что он там главный куркан страны и будет формировать сам правительство и так далее так далее значит и тут он везде проигрывает он и так там был опрос партия социалистов показывает 26 процентов додон через минуту пишет 42 там из из определившихся все вот эти махинации то что додон просто мелкий воришка и плагиатор и сегодня весь его ресурс заключается только на каких-то фотосессиях за пределами страны потому что из это самое из додона отец нации как бы он там не пристраивался к тому же лукашенко и так далее значит додон не может быть отцом в деревне понимаете не то что нации о чем мы сегодня говорим поэтому проиграть выборы сегодня в кишиневе и бельцах это подорвет очень сильный рейтинг партии социалистов а когда кандидатов снимают додон говорит вот вы видите я боролся с олигархами он это рассказывает вам полгода до выбора он это рассказывает внешним партнером как его олигархи боятся поэтому сняли поэтому додон допускает ряд нарушений ряд нарушений за которые ну реально должны снять первое нарушение он там использует предвыборную кампанию партии которые имеют кандидат кандидаты используют граждан другого государства значит он заявляя обо своих расходах в цике там в разы занижает стоимость билборда то есть ну как бы додон это делал всегда то есть мы всегда платили за билбордом 180 200 250 евро за какие то по моему даже 300 это все есть в наших отчетах и в четырнадцатом году когда мы сняли додон это делал и в четырнадцатом году и на президентских вся страна снимала в кишневе по 300 евро билборды в месяц в аренду а додон за них там платил там по 500 лечу такого ему все это прощалось поэтому так же как шор сам себе закинул деньги потому что в четырнадцатом году когда патрии снимали с выборов нас парламентский выбор шор с яраловым тогда руководили комбинация нашли какую-то тетю в россии с ее фора закинули деньги нам да банк заблокировал транзакцию деньги не дошли а тут шор сам себе зачислил он сам снял своего кандидата но шор их снимал из других соображений что его кандидат бы набрал несколько процентов так же как его и кандидат в президенты помните кандидаты президента шора тоже сняли с выборов по пенка по моему да женщина доктор была такая светленькая симпатичная значит сейчас сняли его бабушку кандидат мэра кишнева то есть это он все сами интерпретировал неужели вы думаете что додон додон он такой очень нечистоплотный человек но человек который очень хорошо считает очень хорошо считает причем и свои и чужие значит вот вышел сегодня шалару который требует снять додона вернее чабана с выборов так же как шалару выходил с инициативой о снятии кандидата шора вы видели что все прошло на ура и так далее значит почему это заговор объясняю потому что если тогда сняли кандидата шора в кишиневе должны были снять и в бельцах потому что раз пришли деньги из россии на партию партия использовала предвыборную кампанию значит должны были снять кандидатов шора и в бельцах и в кишиневе и в других населенных пунктах страны нет им нужно было снять это для того чтобы укрепить Сильвю Раду а в бельцах они оставили чтобы откусил от нашего кандидата какое-то количество голосов окей сейчас опять шалару смотрите опять же по заданию Плохотнюка он требует отставку Ваню Чабана хотя должен требовать отставку обоих хочу повториться значит просьба додона заключалась в следующем он обратился к Плохотнюку я отвечаю за то что я говорю и попросил снять либо обоих то есть и Чабана в Кишиневе и Усатва в бельцах либо снять только Чабана если Плохотнюк ему гарантирует что придумает какую-то схему там админ ресурс и т.д. и т.п. может быть снять и наши кандидатов на этой неделе для того чтобы там победил Усатый потому что мы Усатого Александра на выборах просто мы просто его потеряем вот и вы в этом все убедитесь понимаете поэтому сегодня додон становится жертвой и борцом с олигархами что ЦИК снимает его кандидата ведь Плохотнюк ему ответил следующее несколько недель назад по крайней мере там его там консультанты и додона и демпартия они сидели считали вычисляли что даст снятие Чабана то есть выполнить просьбу додона ведь им нужны гарантии что Сильвия Раду победит в первом туре вы понимаете потому что если Сильвия Раду например выйдет во второй тур с Андреем Настас то как бы ну там могут быть проблемы у Сильвия Раду понимаете поэтому им все-таки желательно победить в первом туре додон будет рассказывать вот сейчас бы додон набрал бы там каких-то там 40 чем-то процентов я допускаю во втором туре значит в Кишиневе и как бы опять он был бы проигравшим понимаете Бельцик надаем и по попке моему однофамильцу значит ну будет еще и терпило и Бельцик понимаете поэтому как бы у него очень сложная ситуация поэтому ему лучше быть жертвой и вот режим с ним разобрался как бы чем тем который проиграл тем более в двух городах страны поэтому увидев сейчас обращение к Шалару тогда когда написал в социальных сетях о том что готовится афера афера это значит сейчас президент додон будет возмущен сейчас он будет там кому-то угрожать пальцем кому-то чаем кому-то заваркой понимаете но это будет просто основной театр основной театр абсурда и то что побудило меня сегодня выйти ребят я вижу разные мнения и по поводу компании в Кишиневе и по поводу Бельцик хотя в Бельцик идет реальная борьба в отличие от Кишнева в Кишневе компании кстати не видно но у меня вопрос ко всем вам тем кто наблюдает за тем что происходит в Молдове тем кто участвует в процессе ребят сегодня нас уже делают дебилами понимаете вернее делают тех которые либо как-то в стороне сидят наблюдают либо те которые там с утра до вечера к сожалению смотрят только определенные телеканалы и не слышат другого ну не слышат другого мнения понимаете потому что там часть каналов перебивает перекрывает всю страну как бы телеканалы Плохотнюка другая часть таких же влятельных телеканалов у Игоря Додона и когда с одной стороны люди видят только публику с другой стороны смотрят я там посмотрел сегодня ночью небольшой отрывок из видео обращения вот один из примеров этого коневода Богдана Цирди я знаю что наверняка будет смотреть мама знаю что будут смотреть родственники уважаемые друзья ну вы понимаете что этот Богдан Цирди он просто чистый долбоеб у меня просто слов других нет когда выходит этот коневод и рассказывает что Бельца Григоришин контролируется через черного Плохотнюком там Витюком еще кем-то когда говорит о том что мы отдали в аренду наших муниципальных советников в Демпартии что мы сегодня в Бельцах там о чем-то вы понимаете то есть уже у Цирди шкура как у свиньи такой причем 400 килограммовый понимаете у свиноматки которая просто врет и у которого просто вместо рта туалет извините понимаете которые просто выпускают как бы все подряд понимаете все подряд о чем мы сегодня можем говорить стране понимаете то есть о чем сегодня мы будем говорить детям внукам о борьбе Дадона с олигархами будем говорить им о том что вот мы сидели с вами и в принципе могли что-то сделать но не сделали дорогие друзья я делал все что мог и все что не мог для того чтобы что-то в стране изменить меня кто-то осуждает такие умники как Цирди Раскат усатый договаривается там по интерполу и так далее для дебила Цирди объясняю чтобы не повторять то слово оно ему больше подходит что мое дело рассматривает комиссия в которую ходят полицейские из разных стран мира в интерполе рассмотрение недавно закончилось ждем кстати официальный вердикт на эту тему то есть закончилось там по-моему в конце там в конце апреля мне там писали адвокаты вот сейчас была сессия и так далее ждем официальный вердикт на эту тему хотя в офисе в некоторых офисах Кишневе по-моему попали в штангу исходя из того что они там плачут там жалуются и так далее понимаете ну будет официальный документ тогда поговорим понимаете то есть сегодня эти десятки уголовных дел сидят вот эти морды в парламенте опять оппозиция становится Миша Гимпу опять оппозиция стала партия коммунистов социалистов мне очень хочется верить в то что говорит сегодня Владимир Николаевич Воронин он критикует Додона они что-то говорят про режиме и так далее хотя так же много лет они подряд голосовали с этой же Демпартии есть хорошие ребята и в партии социалистов есть хорошие ребята в партии коммунистов ребята но есть вот эти уроды которые просто превратили страну фабрику по производству круглосуточного вранья и для граждан страны и для внешних партнеров когда Цирдя выходит и говорит что мы не выдвинули кашу для того чтобы не мешать Сильвии Раду стать примаром господин Цирдя чтобы не уходить какие-то другие детали вы долбоеб в квадрате теперь я объясню вам почему потому что наш электорат в Кишиневе да он у нас разный но так сложилось опять же благодаря ваших телеканалов ну в большей степени Плохотнюка у людей как бы сложилось как бы мнение нас все таки сделали там рукой Москвы и так далее и так далее ну то есть и точно этот электорат наверное не идет весь к Сильвию Раду так как это говорите вы с позиции коневода со справкой и так далее значит мы сконцентрировались в Бельцах потому что освободив сегодня Кишинев у нас давайте говорить реально мы не готовы были к битве сейчас за Кишинев а мы не хотели участвовать мы привыкли мы привыкли побеждать у нас огромная работа в Бельцах весь Кишиневский актив Дмитрий Чубашенко Ильян Кашу Цепович Кашу Пануш и так далее все сегодня работают в Бельцах я обращаюсь к бельчанам мы с вами поговорим в пятницу дорогие бельчане мы сегодня не имеем права на ошибку когда вы говорите во дворах что да но вы понимаете что вот мы как бы за вас я слышу позицию от некоторых бельчан мы как бы за вас но вы понимаете вас же блокируют у вас забрали по беспределу совет а усатые же Александр социалисты же с ними с демократами с плохотников они что-то будут делать вы хотите вернуть все схемы вы хотите вернуть вы хотите вернуть всех этих воришек на муниципальные предприятия в руководство города и так далее это ваше право я поэтому инициировал выбор я хочу тест провести на того чтобы увидеть все таки что происходит сегодня в головах молдавских граждан я хочу увидеть что нужно бельчанам спокойствие и вернуть воров коррупционеров или им нужны люди которые реально являются примером для страны и те то что мы развалили все схемы стали самой прозрачной мэрией в стране благодаря работе всей команды и так далее значит это сегодня общая заслуга всей команды и это заслуга тех бельчан которые нас поддерживали я дальше буду стараться работать и делать все что связано с оказанием помощи и бельской мэрии я имею ввиду Николай когда победит и другим нашим примарам как я помогал и так далее но дорогие друзья если вы хотите жить в этом болоте терпеть вот эти все разводы которые вам показывают один делает 8 мая день победы хорошо что не сделал его 1 апреля потому что Плохотнюк ему 9 не разрешил Плохотнюк 9 числа блистал а Додону дал чуть-чуть померцать понимаете а мерцать он ему будет давать все меньше и меньше понимаете когда посмотрите очень интересная статья была в коммерсанте коммерсант.ру была статья несколько дней назад где четко пишут что Додон на одной встрече с президентом России признался в том что он не наберет большинство ему придется сотрудничать с Плохотняком и так далее ребят вы не надоели от этих профессиональных путан-проституток понимаете они были во все времена и во всех странах где-то их было больше где-то было их меньше но вы понимаете что сегодня такой привкус молдавского путанизма уже давно вышел за пределы республики сегодня об этом говорят в России говорят в США говорят в Европе и так далее вы понимаете когда когда есть эти негодяи есть люди которые круглосуточно уезжают из страны и есть те которых они пытаются надурить ребят сегодня те кто разбирается задача каждого из вас говорить почему я говорил сотнями с тысячами с десятками тысяч людей просто объясняя им вы не хотите видеть меня в политике дорогие друзья живите с додонами с плохотником в этом тоже выбор вам нужны сегодня те там которые будут ручными и покладистыми это тоже к партии социалистов и к другим партиям их там в Минюсте зарегистрировано более 40 мы хотим конкретных изменений в стране понимаете потому что в чем проблема додона он сегодня имел огромное количество встреч фотосессий президентом России там руководителями других стран а додон хоронит все к чему притрагивается понимаете все к чему притрагивается после этого ну как то ну вот понимаете то есть вы знаете мое отношение к лидерам многих государств и я считаю чемпионом и Лукашенко но Лукашенко нужен партнер который так же как и Александр Григорьевич за сутки упакует 300 человек за неделю после выборов посадит еще 500 когда в стойло поставят 2-3 тысячи чиновников и они будут работать на людей и так далее а выходит наш курконаж там минетик там приветики и так далее на этом все закончились понимаете послушайте я всегда старался всегда старался быть объективным я буду объективным всю свою жизнь но сегодня результаты того что пройдет в Кишиневе то есть пройдет эта афера пройдет этот договорняк если реально Ваньку сейчас снимают додон сам дал повод и подчеркиваю его снять хотя он в ЦИК там писал жаловался на нас и так далее и так далее значит там ему не нравятся командировки за рубеж что там отчет ноль и так далее и так далее пусть додон разберется своих отчетов после этого мы тоже написали кстати на ту тему о чем сегодня пишут молдавские СМИ как они сегодня размещают вся страна в Белбордах в Бельце в Кишиневе и так далее а пишет за это в отчетах указывают копейки ну ребят ну дураков сегодня нет значит власть ему разрешает так делать может если бы мы так сделали хотя бы один раз нас бы давно уже это самое уже бы партию уже бы три раза бы ликвидировали понимаете вот поэтому сегодня нужно объединиться всем тем которые чего-то реально хотят касаемо выбора в Кишиневе значит позиция на нашей партии ребят голосуйте если вы идете на избирательный участок я считаю что на выборы идти нужно раз уже раз они есть это я говорю про местные выборы значит нужно голосовать за любого кандидата кроме Плахотнюковского ну контакт а за вами не будет так а здесь есть вот а вот а пищи не дорез да ну вот а нишим кандидат демпулу луи Плахотнюк это что-то что-то это происходит поэтому вы все что-то Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но то, что мы имеем сегодня в Молдаве Ребят, мне просто стыдно, понимаете Он приезжает сюда на встречу с диаспорами Привозит ему людей на автобусах В тот же день и так далее Да да, он выйдет на стадион Мы все придем Когда будет в следующий раз в Питере Или в Москве и так далее Мы все придем Не привози себе там по 200 рабочих на автобусах И пишешь в интернете про встречи с диаспорами Не нужно этого делать, Игорь Николаевич Собери стадион Я скоро продемонстрирую, как это делать Будь готов держать удар За все эти подлости, предательства И подлые вещи, которые ты делал в адрес Избирателей, которые ты обманул И партнеров и так далее Понимаешь? Тут в диаспоре как бы дураков нет Ни в России Ни в Европе Ни в США В диаспоре все во всем разбиратель Там тебе быстро снимут И маску с лица И так далее Я понимаю, Игорь Николаевич Прикольно Приехал в Москву Гуляет по Манежной площади Охраняет 20 человек с ФСО с автоматами Это самое Когда один спрашивает Говорит, послушайте А зачем так много охраны у президента? Это анекдот тут такой гулял У молдавского Додона Говорит Так а мы его охраняем Чтобы он не сбежал Понимаете? Хотя по протоколу Как бы Ну она на самом деле У всех одинаковая Не важно Как бы это Додон там Либо президент другой стороны Но по крайней мере Все знают Что он решает Что он влияет И так далее Понимаете? Поэтому Я не хочу сейчас Разбираться С Додонами С другими Плохотнюковскими Клонами Нейтральными Партийными Но начали грузить их родственников И посмотрите их заявление Тогда и заявление сейчас Понимаете? Да, есть подонки Такие как Пасад В Бельцах И другие Которые Стали руководителями ДПМ В Бельцах Молодежка Руководят И так далее Я вкладывал душу Я вкладывал средства Для того Чтобы воспитать Поколение людей Которые любят Свою страну И реально Независимых людей Которые что-то будут менять Как бы Есть и потери Поэтому С этим нужно смириться Поэтому Давайте Дождемся в пятницу В пятницу Подробно Обо всем поговорим Но самое главное Вам еще раз говорю Что Рашалару запустили Для Для Того Чтобы он потребовал Снятие кандидата Шора Да она ни о чем Она там никому не мешала Один-два процента Белаясь Значит И сейчас По этой же схеме Шалару требует Снятие чабана То что Шалару Действует по указке Плохотнюка Это Одна проблема Но если бы Игорь Дадон Сам не просил этого снятия Ему же надо И в Москве Потом сказать Что вот Плохотнюк нас начал бояться И нашего Ваню борца Сняли с выборов Понимаете Посмотрите на этого Сашу Усатого В Бельце Саш Ну Сходи там Один-два раза На загар И сиди дома Саш Ну не участвует В этом сексе Когда Александр Усатый Батрынчик Кто-то там Цирде Усатый Подержал Саша Усатый Подержал меня В Бельцах В пятнадцатом году Тем что я Тем что он Не участвовал В выборах Да я Дадону Тогда говорил Игорь Мне спойлер Однофамильцы Не нужны У меня рейтинг Был 70-80% У меня и сейчас Там согласно Их замеров Я не знаю О чем я говорю Рейтинг Порядка 70% В Бельцах За это Огромное спасибо Бельчанам Но Почему Дадон Дадон Понимаете Куда Вы были Лидерами Дадону Бельчанам И так далее Я не найдут Продадону Меня уволят Но Тогда Ребята Остаетесь В этом Индийском Кино Значит Потому что Все здравомыслящие Люди Многие уезжают Из страны А все остальные Покинут страну До нового года И будут сидеть Такие Овцы Типа Цирди Батрынчи, Кристи Табры И других этих И их этих овцеводов главных Которые будут просто придумать эти дурилки С утра до вечера Борьба, одни борются за любовь к Америке Другие за любовь к России и так далее Послушайте Дадон такой же Такой у нас пророссийский Человек, который все же в советское время Прятал румынские леи В запасных трусах и носках Понимаете, сегодня это пророссийский Это уже другая история по гриму Ребят, я вас люблю Всем хорошего вечера Не дайте себя обмануть Проинформируйте родственников Друзей, знакомых, мам, пап Ребят, давайте объединимся Прошу всех наших активистов Руководителей районных организаций В воскресенье в день выборов быть в Бельце Снимайте все на телефоны Выкладывайте в социальные сети Будут карусели, ловите у них Потому что они будут выходить с чистым бюллетенем Которые должны будут отдать руководству Понимаете, да? Дежурный вариант карусели, который они готовят на Бельце Очень простой Руководители выдают там бюллетени штампованные за Александра Усатова Зашли и бросили в урну Бросили в урну Значит, чистый, который они получили Нужно выйти отдать Отдать куратору Вот что они готовят Но Я не удивлюсь Сейчас, если они снимут Иваню Чебана и Александра Усатова И выходит грозный Куркан И говорит, Иван Чебан и Александр Усатый в Бельцах Были Безусловными победителями Особенно, как Куркан рисует опросы Через социологов Ассоциацию социологов Демографов и так далее Вот они должны были победить Вот нас Плахотнюк боится Это чтобы оставить человека Усатого Бельца Который их человек И прочую вот эту Бредятину Ребят Голосуйте сердцем И давайте реально Не будем, по крайней мере Будем делать все для того, чтобы мы Не выглядели дебилами уже на весь земной шар Потому что внутри стороны Именно такими хотят сделать всех Я вас люблю Всем Всем хорошего вечера Вайбеск Зелестя не ведем Особенно дискуссии Держа кредит в Венесаро Унес вид Держа шмаймута информация Интересно Вадурец в Чез Вайбеск Шиммерземанит Ребят, спасибо Всем хорошего вечера Делайте репосты На этой неделе, я думаю Будет еще много новосей Ну, поговорим Сейчас посмотрим Что натворят еще демократы По отношению к нашему Или они остановятся на том Что снимут Куркана Этого Чабана Вместе с Сашей Бельцев Посмотрим Ну, ничего У них и одного И второго Учий стерпел Поэтому Посмотрите на их лица Это не лица Победителей Это лица Вечных Потерпевших И их И тех Кто ими руководят Включая Тетю Зину И остальных Которые сидят Серьезными Мордочками И вам врут С утра до вечера Я вас люблю Если что Извините За излишнюю эмоциональность Но я буду говорить Сюда так как есть А не так Как кому хотелось бы Что-то Именно услышать Всех люблю Пока Хорошего вечера Всего правда Субтитры сделал DimaTorzok